Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами продолжаем разбирать вопросы подписчиков. И на очереди у нас странный самолёт с красной звездой, о котором меня спросил Вадим Рогов. Что это за самолёт и в какой стране он применялся? Давайте разбираться. Думаю, любители фильмов про авиацию уже распознали в нашем герое так называемый МиГ-28. Но на самом деле это никакой не МиГ, а F-5E Tiger II, который участвовал в съёмках фильма Top Gun в роли противника. Отвлекаясь от фильма, хочу сказать, что данные самолёты в 80-е годы применялись в школе Top Gun в качестве так называемых самолётов-агрессоров во время тренировок. Кто-то ошибочно считает, что для фильма использовались самолёты 13-й эскадрильи США, которая готовит тех самых лётчиков-агрессоров. Но, насколько мне известно, Tiger там появились только в 96-м году. Давайте вернёмся к нашему МиГу. Его история не так проста, как кажется на первый взгляд. Название МиГ-28 возникло в результате переписывания нескольких сценариев. И, судя по всему, самолёт является намёком на МиГ-29, который на момент съёмок фильма ещё не был в подробностях известен американцам. Правда, в одном из сценариев фигурировал вообще МиГ-21. Но, видимо, битву с таким старичком американцы посчитали не столь эпичной. Интересны и обознавательные знаки самолёта. На первый взгляд может показаться, что МиГ-28 принадлежит ВВС СССР. Соответственно, скиталец противостоит советским лётчикам. Но это не так. Начнём с того, что во время инструктажа командир говорит, что МиГ-28 вооружён противокорабельной ракетой «Экзосет». В русском переводе её название не стали озвучивать. Так вот, это французская ракета, и у советского самолёта она никак не могла оказаться. Но давайте перейдём к маркировке. Единственный опознавательный знак на самолёте в фильме – это красная звезда на хвосте, окружённая жёлтым кругом. И тут начинается интересное. Советские ВВС использовали белую окантовку вокруг звезды, а круг используется в ВВС КНДР. Правда, там применяются синий и красный цвета. Жёлтую окантовку вокруг звезды используют китайцы. В итоге в фильме получается какая-то непонятная смесь из опознавательных знаков двух или трёх стран. Если верить одному из черновиков сценария, то создатели фильма планировали сделать противником скитальца северокорейских лётчиков. Цитирую. «Эскадрилья возвращается на авианосец. Возникает ситуация с захватом американского корабля в окружении северокорейцев. Скиталец и Вульфман выступают против северокорейских мигов. Вульфман погибает, скитальца ранит, но ему всё же удаётся прикончить оставшиеся миги. На последних страницах скиталец возвращается, чтобы стать инструктором в школе Топган. Однако данный черновик переделали, а место боя перенесли в Индийский океан, из-за чего исключалось участие в этом бою корейских или китайских лётчиков из-за географической отдалённости. В итоге в фильме удалось создать абстрактного противника за счёт применения вымышленных самолётов в отдалённом регионе. Существует теория, что создателям фильма пришлось отказаться от злых корейцев из-за того, что США на тот момент налаживали отношения с Кендер. Что же касается фотографий, на которых у МиГ-28 в качестве опознавательного знака выступает красная звезда в жёлтой окантовке, то это обозначение принадлежит как раз эскадрилье VFC-13, которая готовит лётчиков для роли агрессоров в учениях.